В Кукмаре состоялось августовское совещание работников образования. Смена «Я доброволец» близка к завершению. Телеканал «Универ ТВ» заинтересовал китайских студентов. Ильшат Гафуров принял участие в традиционном августовском совещании работников образования. В этом году встреча прошла на территории Кукмарского муниципального района. Главными стали вопросы углубления интеграции профессионального обучения во все уровни системы образования. 23 августа ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Республики Татарстан. В этом году в совещании образования Республики Татарстан инвестиции в будущее прошло в Кукмарском муниципальном районе. Президент Татарстана Рустам Миниханов, открывая пленарное заседание, обратил внимание на важность образовательного процесса и то, какие средства выделяются правительством на его развитие. Общий же отчет за прошедший год и итоги мероприятий, приуроченных к августовскому совещанию, представил министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов. Он отметил, что в настоящий момент министерствами Казанским федеральным университетам проводится большая работа по восстановлению Национального педагогического института. В целом, система образования в Республике является одной из самых эффективных в России. Здесь речь идет не только о показателях ЕГЭ, которые в Татарстане традиционно оказываются выше средних по России, но о результатах текущей работы. В ходе пленарного заседания выступил студент второго курса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альмира Бабакиров, который является двукратным призером Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Он рассказал о пути своего успеха, а также научных исследованиях, проводимых студентами-биологами Казанского университета. Заседание завершило с торжественной частью за плодотворную научную деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов. Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» было присвоено проректору по биомедицинскому направлению КФУ Андрею Киясову. Диана Шилова, Универньюз. Казанский федеральный проводит летнюю лингвистическую школу. Основным спикером школы станет главный научный сотрудник Университета штата Аризона. Подробности расскажет Аделя Шамилова. В Казанском федеральном университете впервые начинает свою работу летняя лингвистическая школа «Интеллектуальные обучающие игры». Несмотря на то, что официальное открытие школы состоится 27 августа, посетить первые занятия и познакомиться с приглашенными зарубежными специалистами можно уже сейчас. Основной упор мы здесь в нашем университете делаем на то, чтобы заниматься не чисто лингвистикой, а выводить ее на множество самых различных близких полярных наук. Это и медицина, это и биология, это и компьютерные технологии, это и статистика, это и математика и так далее, и так далее. И именно эти направления, именно эти стыки и перехлесты как раз являются наиболее перспективными сегодня в современной мировой науке и вызывают наибольший интерес. Вопросы обсуждения летней школы коснутся современных образовательных систем. Это система оценки текстов, в частности учебных текстов. Что греха таить, даже в нашей школе огромное количество самых разных учебников, разных по уровню написания, разных по характеру, даже по одному и тому же предмету. И вот такая компьютерная автоматизированная система, она поможет сделать такой доскональный анализ этого текста, во-первых, по уровню сложности, насколько он доступен для учащегося того или иного возраста. Главным событием в работе школы – это приезд и участие крупнейшего зарубежного специалиста в области лингвистики. Профессор Даниэль Макнамара известна не только своими публикациями в базе Дангскобус, но и разработками интеллектуально обучающих систем. Валерия Макна, лингвистики, выяснился на следующий раз. Дангья Макнамара, лингвистика, выяснился на английском языке. Реблагословюсь, выяснили на английском языке, , в цифре, делаем анализовое изучение, в которой есть уроки почитали лиценз 70 лет. Ну и для этого. Валерия Макнамара уженала, вот в основном, в комментариях выяснился на английском языке. Каком-то, в общем, у вас есть variations. И в данный момент, я вам filmmaker сچу, Мы поговорим больше о том, как студенты понимают текст, как мы понимаем дискурс, как мы понимаем язык. КАФЕДРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ КФУ Мы знаем, что в Казанском федеральном университете обучались такие исторически важные личности, как Толстой, Ленин, и поэтому решили его посетить. Так как мы сами учимся на факультете журналистики, нам было интересно посетить и узнать, как студенты обучаются на местных факультетах этого направления. Помимо студентов, на экскурсии были и преподаватели. Для них студенческое телевидение является непривычным явлением. Нам очень понравилось, что на базе факультета открыто телевидение. Канал позволяет не разделять теорию и практику при обучении. У нас в Китае такого опыта еще не было, и мы тоже задумались о данном методе. Визит китайских гостей завершился общением со студентами кафедры. Артем Топичкин, Аделя Шамилова, Радик Загидулин, Олег Апачаев, Универньюз. Поделиться своим опытом и идеей мы съехали студенты-волонтеры со всей России. К завершению подходит смена «Я доброволец» 5-го студенческого образовательного форума 2018. Желание помогать другим объединило более 500 активистов волонтерского движения на ежегодном 5-м студенческом образовательном форуме 2018. Участники приехали из 20 регионов России. Смены «Я доброволец» проходят в Верхнеуслонском районе Татарстана с 21 по 25 августа. Среди добровольцев более 20 студентов Казанского федерального университета. «Я сама доброволец, я сама волонтер, и мой путь волонтерства начался как раз с подготовки к универсиаде, то есть это был 2012 год. В качестве организатора можно что-то новое преподнести, рассказать волонтерам, которые только находятся на их, так сказать, волонтерском пути. Действительно рассказать, как это было, и рассказать, какие проекты нас будут ждать впереди». Студенческий образовательный форум проводится с 2014 года при поддержке президента Татарстана Рустама Миниханова. А смена «Я доброволец» универсиада 2013 «Наследие» посвящена пятилетию проведения универсиады 2013 года в Казани и волонтерскому движению как главному наследию игр. Смена объединила добровольцев всех направлений событийного и социального волонтерства, волонтеры-экологи, медики, волонтеры-победы, волонтеры в сфере культуры. Здесь, на форуме, студенты открыты для общения и обмена идеями. Для них проходят мастер-классы, тренинги и дискуссии с организаторами добровольческой деятельности. Все участники получат знания и обретут необходимые навыки, которые помогут им в реализации новых проектов. Анна Глазунова, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета нашли новый метод лечения хрящевой ткани. Как жировые клетки могут спасти ваше колено, вы узнаете в следующем сюжете. Сотрудники Республиканской клинической больницы в Казани совместно с учеными Института фундаментальной медицины и биологии КФУ успешно применили стволовые клетки из жировой ткани для лечения повреждения хрящевой ткани коленного сустава. В целях терапии была произведена трансплантация собственных клеток пациента в комбинации с фибриновым клеем. Собственные клетки не вызывали отторжения организмом, а клейкое вещество обеспечило фиксацию клеток в месте травмы. Эти клетки оказывали благоприятное влияние. Они продуцируют различные факторы роста, которые способствуют заживлению. Они сами могут участвовать, сами могут превращаться в клетки хрящевой ткани. И они могут выступать иммуномодуляторами. Стволовые клетки есть в разных тканях организма, однако вывести их из жировой ткани проще всего в клинических условиях. Данный метод еще требует некоторых дополнительных исследований. Надеемся, что уже в ближайшее время мы сможем внедрить эти технологии в клиническую практику. Лечение повреждений суставного хряща по-прежнему вызывает большие трудности. Однако с помощью клеточных технологий возможно продлить жизнь суставу. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюс. На этом все. Это были самые яркие новости в мире Казанского федерального. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok